Письмо 15 Конраду, архиепископу Вормскому, от Готли Баяганна фон Розенау. Писано в городе Киеве в 15-й день декабря 1161 года от Рождества Христова. Приветствую тебя, любезный мой земляк Конрад. Приношу тебе глубокую и искреннюю благодарность за твое письмо, а особенно за две фразы в нем. Конфиденциальная аудиенция, данная его императорским величеством графу Генриху Вифлеемскому, длилась более двух часов, и его величество, несмотря на мое заступничество, весьма разгневан на тебя за срыв богоугодной миссии обретения на Руси святого Грааля. Я прекрасно понимаю, что сие означает. Что смогу я, если приеду в империю, возразить на обвинение рыцарей Христа и храма Соломона? Доказать, что они собирались меня злодейски убить, невозможно. А что касается махинаций с фальшивой чашей Грааля, то тамплиеры будут либо вообще отрицать их, либо утверждать, что совершали их к вящей славе Господней. Если бы они вели себя как-то иначе, император Фридрих не гневался бы на меня за срыв миссии обретения чаши, а поблагодарил за раскрытие мошенничества и покушение на убийство. Поэтому прости меня, любезный мой земляк, но я не последую твоему совету верить себя в руки Господа, положиться на судебную неприкосновенность, установленную для членов Рейхстага и имперских аббатов, и вернуться в империю. Что такое судебная неприкосновенность, еще не вступившего в должность члена Рейхстага перед августейшим гневом? Нам с тобой ведомо много случаев, когда летели гораздо более высоко поставленные и, казалось бы, неприкосновенные головы. Да и стоит ли говорить, что существует множество способов отомстить мне и без императорского суда? Вспомни хотя бы змеиный укус, который обсуждали тамплиеры на Суздальском подворье в Киеве. Наверное, меня можно было бы заманить в империю посулами и обещаниями. И то, что ты не стал этого делать и был со мной откровенен, я буду считать твоей последней услугой у земляку. Спаси тебя, Господь! После получения твоего письма я не мог не согласиться на предложение великого князя киевского Ростислава Мстиславича принять русское подданство и православие. Обряд моего присоединения к православной вере состоялся семь летом, и на нем присутствовал сам князь Ростислав. Различие в православном и католическом символах веры состоит лишь в добавлении об исхождении Святого Духа не только от Бога Отца, но и от Бога Сына. Поэтому никакой существенной разницы я, далекий от богословских тонкостей, не заметил. Моим тезаименитым святым остался Иоанн Богослов, и мое имя на Руси теперь Иоанн. А поскольку для благородных и уважаемых людей здесь принято именование по отчеству, то Иоанн Карлович. Ты написал, что в случае моего перехода в Византийскую церковь будешь вынужден считать меня вероотступником. Но вспомни, что я сказал покойному рыцарю Арнульфу из Кесарии года четыре назад, когда он упрекнул меня в трусости. Не всем быть укротителями львов. И так же точно не всем быть великомучениками, готовыми идти на смерть за веру. Да и стоит ли смерти вера, позволяющая к вящей славе Господней, выдавать за великие святыни древности вазы, изготовленные иерусалимским мастером Гейтелем или киевским мастером Шварном? Раз уж вспомнились золотых дел мастера и их вазы, то поведаю тебе, чем закончилась неприглядная история с обретением на Руси Грааля. Гюрат Асимкович приехал к Андрею Юрьевичу, привез ему купленную ушварно вазу и все рассказал. Вскоре приехали тамплиеры и привезли такую же вазу. Суздальский князь был страшно разгневан, или, как полагает поведавший мне это Ростислав Мастиславич, под угрозу и огласки гнусных махинаций с вазами сделал вид, что разгневан. На Анбала Есина была наложена опала, а епископ фон Тацинген, граф Вифлеемский и другие рыцари храма были немедленно отправлены на родину. По всей видимости, хитроумный Гюрата благодаря сей истории смог предъявить Андрею Юрьевичу какие-то требования, потому что Суздальский князь вскоре отказался от претензий на Киевский престол и безоговорочно признал Ростислава Мстиславича старшим среди потомков Владимира Мономаха. Отказался Андрей и от власти в Новгороде, и там теперь вновь княжец Святослав, сын великого князя Ростислава. Попытки создания взалесье отдельной митрополии тоже прекращены. Более того, Андрей обещал выдать самозванца Феодора на суд киевского митрополита. Ни о каких совместных богослужениях православных и католиков в Суздальской земле теперь даже речи быть не может. Более того, католики вправе стоять на православных литургиях только среди оглашенных. В Ростове, несмотря на то, что там по-прежнему живет епископ Леон, князь Андрей все-таки начал строительство белокаменного городского собора по моим чертежам двухлетней давности. Леон сначала не хотел благословлять возведение храма по чертежам немца, но потом согласился, узнав, что я теперь не католик, а православный. При заложении Ростовского собора были обретены мощи епископа Леонтия, убитого восставшими язычниками в прошлом веке, и устроены большие торжества по поводу причисления сего достойного служителя православной церкви к лику святых. По всему случаю в Ростов приехал Андрей Юрьевич вместе со всем Владимирским и Боголюбовским боярством. Феодора не было, и ничто не нарушало богоугодное единство православных ростовской епархии. Зато среди бояр был Анбал Есин. Получается, князь его простил и вновь приблизил. Может быть, ключник смог убедить Андрея Юрьевича, что участвовал в мошенничестве лишь к вящей славе своего князя? Тебя не удивляет, что я столь хорошо осведомлен о том, что происходило на торжествах в далеком Ростове? Мне это поведал суздальский посол Глеб Намнежич, недели две назад посетивший меня в Киеве и вручивший мне послание от Андрея Юрьевича. Кстати, честный старый воин Глеб долго извинялся за то, что в прошлом году принял за меня какого-то убитого разбойниками аббата и раза три повторил, что поскольку все подумали, что я умер, а на самом деле я жив, то теперь проживу сто лет. На Руси есть такая народная примета. Так вот, представь себе, князь Андрей, как ни в чем не бывало, приглашает меня продолжить работу над Владимирскими крепостными воротами, каменным дворцом и крепостью в Боголюбове, а также возглавить строительство городского собора в Ростове и новой церкви во Владимире на высоком холме между княжеским двором и новыми укреплениями. Но я все же, да простит меня Господь, опасаюсь мести, со стороны, если не самого Андрея, то его ключника Анбала. Поэтому я попросил Глеба Намнежича передать князю благодарность за приглашение, выразил уверенность в том, что мой ученик Улеб Хотович справится и без меня, и остался в Киеве. Каменное церковное строительство сейчас, к сожалению, здесь не ведется, но у меня множество заказов и на деревянные церкви, и на терема. Едва ли не каждый киевский боярин и богатый купец хотел бы похвастаться тем, что для него строил императорский мастер Иоанн Карлович. Да и великий князь Ростислав Мстиславич по-прежнему благосклонен ко мне и оказывает мне покровительство. Так что моя мастерская милостью Божьей процветает, и для выполнения в срок всех работ мне приходится нанимать все больше и больше помощников. Ты всегда был неравнодушен к моей судьбе, любезный земляк. Поэтому напоследок хочу поведать тебе, что после освобождения от монашеских обетов я, наконец, решился попробовать найти Любомилу. Да бросит в нее камень тот, кто без греха. Благодаря заступничеству Святой Богородицы, хорошей погоде и охранным грамотам от киевского и новгородского князей мне удалось доехать без приключений до Нового Торга и разыскать сию женщину. Настоящее имя ее, как меня когда-то предупреждал Пскович Клим, оказалось другим. Зовут ее Глафирую. Она не столь молода и миловидна, какой я рисовал ее в своих мечтах и беспокойных снах, но и я отнюдь не являюсь одним из тех прекрасных юных принцев, которых так любят воспевать наши Менестрели и Миннезингеры. С недавних пор Глафира живет в моем киевском доме. И я даже подумываю о том, чтобы обвенчаться с нею по примеру благословенного пророка Осии, взявшего в жены блудницу Гомерия. Мне не раз приходилось слышать, что женщины, уставшие от многих лет торговли своим телом, становятся самыми верными и любящими женами. Может быть, мне на старости лет окажется суждено познать счастье спокойной семейной жизни? Дай Бог! Больше я не буду тебе писать, дорогой мой Коннорд, дабы не ставить тебя в неудобное положение, перепискаю с вероотступником. Наверное, мне после принятия православия следует попрощаться с тобою навеки. Мы вряд ли увидимся и в загробном мире, ибо православные считают, что в рай попадут только они, а католики, что только они. Жаль, что нам неведомо, как на самом деле установил Господь наше посмертное бытие. Может быть, в раю окажутся только те, кто всю жизнь честно и хорошо выполнял свою работу? Не знаю, ибо никогда не был силен в богословии, просто строил храмы. Честно и смею надеяться хорошо. Прощай, любезный земляк. Никогда не забуду тебя. Аминь. Твой год, Лебеоганн. В православии Иоанн Карлович.